Вы недавно были на фронте, в частности, возле самой горячей точки, возле Бахмута. Да. Как появилась вообще самая история? Поехать туда? Для чего? И что вы там увидели? Какие впечатления от пребывания в зоне боевых действий у вас лично? Ну, смотрите, я жить в Киеве, мягко говоря, почти не жил как бы. Но до войны я приезжал очень часто. Это было связано и с моими делами по моим подзащитным. Ну, я на протяжении всех с 2014 года защитил всех, кого только можно, кого преследовала российская власть и всех защитил. Потому, что ни один мой подзащитный украинский гражданин не сидит. Они все были обменены, все до единого. Сущенко, Савченко, как бы к ней не относились. Моя задача была ее спихнуть, а дальше уже Украина сама разбирается с ней. Тот же Джамилев, который я представил интересы в судах ФСБ. Эльми Умеров, которого обвиняли на двух тоже ФСБшных агентов Турции. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, я в военном Союзе часто бывал. После войны, после особенно введения виз для российских граждан. Я политбеженец, я не российский уже в полном смысле гражданин. Я живу за границей, я политический беженец. Мне надо получать визу. Я ее долго получал. Я получил аккредитацию за СОУ. А почему я хотел поехать? Ну, во-первых, я веду блог. Я больше не адвокат, я блогер и веду блог и разговариваю о войне. Но знаете, в какой-то момент это выглядит... Он слишком много болтает, а сам там не был. Для того, чтобы поддерживать доверие к тому, что я говорю, мои гости, мы беседуем, рассуждаем. Все-таки нужно побывать там, о чем ты говоришь. Это как долго разговаривать о сексе, никогда ими не занимаясь. Все-таки нужно практиковать. Ну, и это важно, чтобы люди тебе доверяли. Чтобы они говорили... Ну, он, конечно, может, нам не нравится, но его не упрекнешь в том, что он вне темы совершенно. Он может ошибаться, он может быть неправ. Но все-таки упрекнуть в том, что он болтун обычный интернетный, ну, тоже согласитесь. Поэтому я не хотел поехать. Все, что я говорил, кстати, я увидел все на 100%, как оно есть. То есть, я ни в чем не ошибался, если мы оценили армию украинскую, положение на Донбассе, характер войны. Вот все, все, что говорил, все прямо соответствует. Армия. Самый яркий факт, я уже его не раз отмечал, вообще никто не пьет. Ну, я не видел ни одного нетрезвого человека во всех магазинах, во всех кафе запрещено продавать алкоголь. Я подошел, стоит, значит, там в кафе в Краматорске, хотел пиво купить. Мне сказали, нет, дружок, ты не выпьешь здесь пиво. Я говорю, ну, как же, вот у вас стоит, может, давайте нальем драфт. Говорит, нет, у нас здесь вообще нет спиртного. Меня так поразило это мое воображение. Ну, да, правильно, дайте чаю тогда. Я к тому, что это, безусловно, так. Офицеры, солдаты, люди, кстати, мне встречают по большей части образованные очень. Есть очень простые люди, но есть и образованные. Один где-то преподавал, другой бизнесом занимался, третий. Ну, подходит, сфотографируется. То есть, я не очень понимаю, как они собираются с такой армией воевать. Очень много образованных людей. Меня это произвело впечатление. Много образованных людей. То есть, люди разбираются в технике, люди разбираются в много чем. Это важный элемент. Что там говорить о патриотизме? Об этом многие говорили. И так все ясно. Украинская армия такая. Но вот образованность, это важный элемент. Знаете, как глава Израиля Генштаба сказал, что армия, состоящая из трех студентов университета, всегда победит в армию трех уголовников. Так и тут. Смотрите. Прямо это практическое выражение имеет. Буквальное. Особенно под Бахмутом. Три студента выиграют у трех зеков. И это действительно так. Потому, что я, например, был на артиллерийской позиции. Люди 20, 21, 25. Командиры 25 лет. Понимаете, это образованные люди. Очень грамотные. Спокойные очень. Вот. Женщины у меня произвели впечатление в бригаде, которая меня принимала. У меня пресс-офицер был женщиной. Девушка молодая. Что там женщина? Вот. Молодая-молодая девушка. Она журналист бывший, но вот пресс-офицером работает военнослужащий. Одни молодые люди. Вот такие вот мне встречались. Много молодых прям людей. Очень образованных. Получив аккредитацию ЗСУ, я попросил, чтобы дать мне туда проехать. Мне сказали, конечно. Конечно. Даже помогли во всем, что можно. То есть, ко мне отнеслись очень благословно. Но по правилам. По всем правилам. Я ничего не мог снимать и выкладывать, чтобы не позиции... Вот у меня проверяют весь материал сейчас по сей день. Вот уже там сколько недель с лишним. То есть, все должно быть проверено. Все должно быть соблюдаться. Все требования. Они все изложены в ЗСУ. Вот. Так что, с одной стороны, несмотря на благосклонные ко мне отношения, я соответствовал всем бюрократическим требованиям. В том числе и при получении визы. Я вот, например, страховку должен был. Которую не требовали от других представлять. Письмо из госоргана. Ну, из меня тот еще журналист. Я же не журналист. Я же блогер. Но, тем не менее, должен обязательно сделать документ от своего Фегин Лайф. А как ты? А ты кто такой? Вот. То есть, масса всяких требований, которым я должен соответствовать. Билеты, гостиницы. То есть, просто так ты, дружок, не можешь. Какой бы ты замечательный не был. То есть, это я тоже хочу подчеркнуть. Русских почти не было. Которых пускали бы. Ну, повторяю. Действительно, я не буду отрезать. Я человек особенный. Но все, что требуется, даже сверх того, от меня потребовали. И я всему соответствовал. Несмотря даже на хорошие отношения с послом, с МИДом. Со всеми. Везде, пожалуйста, быть любителем. Правило есть правило. Да. Ну, просто многие не понимают. Даже задают вопрос. Как его пустили? Ох, вы знаете, это не так просто туда проехать. Если кто-то думает, что это любой человек сел, поехал. Нет. Я вас уверяю. Никуда вы. Даже все проверки вы пройдете по три круга. Как это бывает. Вы просто так туда не можете попасть. Все должны соответствовать всем требованиям, которые предъявляются. Так вот. В итоге я, побывав там, повторяю. Сделал массу выводов, которые ничем не отличаются от того, что я ожидал увидеться. Ничем. Просто я не увидел ничего, чтобы меня обескуражило. Или наоборот, воодушевило. Просто все идет своим чередом. Своя работа. Обстрелы. В основном артиллерийские, минометные. В этой зоне там нет живого места. Там везде опасно. То есть, это практически мы выехали на дорогу на Бахмут. Она вся простреливается автоматическим оружием. То есть, это лотерея такая. Ну, тут деваться некуда. Военные ездят, забирают раненых. Возят боеприпасы. Ну, понятно. Это кусочек Бахмута, который удерживают бойцы ВСУ. Там прямая связь. А час вверх. Это просто вот еще одна очень важная деталь. Это все очень-очень рядом. Если тут на карту смотришь, ну, там опять... Там нет этого. Там все близко. Понимаете? Ты видишь, просто вот можно увидеть позиции, где дымы идут. И это все рядом. Просто это все просто пешком можно добежать за, не знаю, за 15 минут, 30 минут. Все это очень-очень рядом. И поэтому, съездив туда, я теперь ответственно могу сказать, что я убежден, что российская армия ничего не сверстит, она ничего не возьмет и ничего не выкроет. А хотите верить, хотите нет. Мы вам верим абсолютно. Мы знаем. Простите, ради бога, вы просто рассказывали про наших военных, наших ребят, которые еще вчера были гражданскими, а сейчас защищают. И практически у каждого украинца есть те, кто уже никогда не вернется с этой войны. Поэтому растрогали меня. Я прошу прощения за эмоции. Но никто не готовил нас к войне, да и невозможно это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова